У сквера Дворца культуры атмосферу праздника создавали творческие коллективы района. Нам нужна одна победа. Катюша, спасибо деду за победу. Здесь в вальсе кружились артисты, студии, танцы, пикник и признавались любви к солисты, детской музыкальной школы, белкалевские одуванчики и народного хора «Родный напел». Гуляния продолжились до самого вечера. Он не ушел в тебя защищать, ближе не веришь себя сама. Финал большого праздничного марафона завершил концерт «Поет победная весна». На главной сцене выступили солигорские зорочки, искорка, колорит, адреналин, солисты Дворца культуры, школы искусств и творческие солигорчане. Как в те далекие годы, песня «Строить и жить помогала» сегодня поднимает настроение, учит любить и беречь свою Родину. Чтобы помнить и жить, эту память хранить, не стирая с годами, жить, чтобы помнить и жить, и детей наслевать. День Великой Победы из всех государственных праздников, пожалуй, самый народный. На него пришли семьями, в унисон подпевали знакомые песни и пускались в пляс. Детям надо передавать традиции, чтобы они знали, что делали их дедушки, бабушки, прабабушки. Этот праздник должен знать любой человек, даже вот маленький ребеночек, и должен помнить то, что человек, ветераны и так далее, умирали за их, и чтобы они родились. И праздник вообще великолепный, и мне кажется, можно сказать спасибо организаторам, которые организовали этот праздник. Я очень счастлива, чтобы даже встретить никакой войны, когда у нас в соседних странах происходят какие-то войны, какие-то трагедии, смерти. На самом деле это очень страшно, потому что она происходит где-то вот очень-очень рядом с нами. Вот кажется, что мы далеко, но на самом деле это вот буквально вот чуть-чуть вот рядышком с нами. Вот, я очень рада, что наша Беларусь, она остается без войны. Настроение отличное, праздник тоже проходит на ура. Мы очень рады, что приехали из нашего Астаробина сюда, и вообще нужно помнить наших героев, то, что было до нас. Я очень рада, что есть праздники памятные, потому что молодежь узнает больше об этом, и будут помнить, и будут знать саму историю. Я благодарен нашей стране, что мы вошли в этот день с мира и со всем. И спасибо деду за победу. Да, 80 лет прошло. Хедлайнером вечера выступил Герман Титов. Звезда белорусской эстрады выступил сольно. В течение часа зажигал и поднимал зрителям настроение. Звезда белорусской эстрады выступил Герман Титов. Со сцены Солигорска прозвучала и новая песня Германа Титова с символичным названием «Нам мир завещано беречь». О том, что важно помнить, важно говорить об этом, об этом всегда напоминает наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Он дает нам возможность действительно ценить то, что у нас есть сейчас. Потому что без того прошлого не было бы этого будущего, не было бы вот этих концертов фантастических на 9 мая. Надо помнить подвиг наших дедов, прадедов. То, что они шли на смерть ради жизни, ради будущей жизни. И мне очень приятно, что я на 9 мая здесь у вас в гостях. Я презентую удивительную песню, которую я написал вместе с моим автором Валентиной Хлань. Песня называется «Нам мир завещано беречь». Это слова нашего президента. Финальные аккорды дня прозвучали вечером. За два часа до полуночи небо на Солигорском раскрасил фейерверк. Гигантские огненные букеты и раскаты расцвели в воздухе в центре города. Под звуки легендарной народной песни нескольких поколений. День победы. Площадь пела. Народ ликовал. Увидеть это зрелище и услышать можно было в течение нескольких минут во всех уголках Солигорска. Это радость со слезами на глазах. День победы. День победы. День победы.